Поскольку предварительный анализ показал, что для представителей разных стран эти переменные работают по-разному закономерности, выглядят по-разному, и поскольку стран очень много, мы решили сфокусироваться именно на представителях Российской Федерации. Таким образом, мы строим прогностическую модель, где зависимой переменной будет наличие или отсутствие участия в какой-либо из форм политической активности, а предикторами выступают ряд социально-демографических характеристик и характеристик политической культуры и политических ценностей. Чтобы оценить шансы на построение прогностической модели, мы запускаем многофакторный дисперсионный анализ. С этим методом можно ознакомиться в других моих видео. Он хорош тем, что для него не важна форма зависимости. Линейная, в смысле прямо линейная, криво линейная, любая форма. Если зависимость есть, в том смысле, какой понимает дисперсионный анализ, различие средних уровней зависимой переменной, то дисперсионный анализ покажет возможность построения модели с некоторой зависимостью. Если нет такой зависимости, дисперсионный анализ опять же это покажет. Результатом работы дисперсионного анализа станет коэффициент терминации R², который и даст нам ориентир, стоит ли строить регрессионную модель. Потому что именно регрессионная модель позволяет осуществлять прогноз. Дисперсионный анализ этого делать не позволяет. По крайней мере в явном виде. Далее мы поместили категориальные переменные в окошко факторы, поскольку мы не хотим ограничивать алгоритм с такого рода ограничениями, как, например, полагание переменной доход интервальный. То есть, если мы такое ограничение вводим, это означает, что мы настаиваем, что между категорией 1 и категорией 2 такой же состояние между категорией 2 и категорией 3 и так далее. Переменные доход представлены децильными группами, поэтому, строго говоря, конечно, здесь можно выйти именно на интервальные отношения. Однако в ESS эта переменная помечена как ранговая, этим мы пользуемся. И такое ограничение не накладываем. То же самое с переменной happy. Продолжение следует...